о людях, которые увлечены прикладным творчеством. Один из сюжетов нашей программы в 2006 году рассказывал об Альберте Сороке из Краснокаменска и его жене. Сегодня мы хотим напомнить вам о мастерах. Это только кажется, что выйдя на пенсию, человек отдыхает. У героя нашего следующего сюжета, Адольфа Сороке, времени на отдых практически нет. С раннего утра и до позднего вечера он творит, выдумывает, мастерит и дома, и на даче, и в своем любимом и родном поселке Краснокаменск. Природа в этих местах удивительная. По мнению Адольфа, она великий художник. Горы, леса, реки, озера, камни, деревья и кристаллы создает она. Человек лишь открывает эту изумительную красоту. Каменные многоцветия, коллекции минералов делают жизнь человека красивее. Вот такую необычную домашнюю выставку мы увидели в квартире нашего героя. Я работал, как говорится, в разведке немного, а потом взрывником все время. Все время был связан с камнями, видел. Камни взрывал, а потом тяга какая-то была к камням, к минералам. Вот потихоньку и начал. А вот сейчас можете назвать, какой экземпляр на этой выставке, на вашей такой домашней, был самым первым? Самый первый камешек, самый ценный? Самый первый камешек здесь нашел аметист. Вот это и потом пошло. Мы потом с женой ходили, нашли место, где копали. Там Марион был, я вот покажу ее находку. Это находка вашей жены? Да, вот Марион. Тут аметистики, тут много чего. Я пошел, пошел собирать. Где-то, как говорится, в 76-м году. Самый первый камешек в 76-м году, да? Да. Ну, в карьерах-то было много всякого разного, но я не старался, не собирал, а потом стал собирать только. Каждый экспонат этой выставки Адольф обрабатывает на специальных станках, которые он сделал, кстати, своими руками. Вот этот вот станок, как называется? Сверлильный. Сверлильный. А кто его сделал? Сам сделал. Все вы своими руками. Да. И этот станок тоже своими руками. И этот сам сделал, и этот сам сделал. А потому что мне книгу подарили. Да. Книгу подарили. Синкинкес, это американская. Там перевод, там все станочки есть, все, что нужно. Это изумительно. Вот, смотри. Все работает. Это вращается, а этот вот так. И он регулируется. Взад, вперед, вправо, влево. Все. Ну, как и все-таки бесшумные, да? Шум очень мало. Естественно. Здесь же на выставке нашлось место и для вот таких генетических кораллов. Привез моей жены племянник. Привез с Одессы. А вы считали примерно, сколько у вас здесь представлено камни, вот на этих палочках? Ни разу не считаю. Сколько есть, пусть есть. У меня еще есть, но надо выставлять, а некуда. Некуда. Помещения не хватает. А какой камень вы любите больше всего? Может быть, по цвету, по форме? Да, они все прекрасные. Вы чего таких? Отдельного у меня ничего нет. Все хорошие. Из камней краснокаменские мастеры с лолотой руки делают вот такие чудесные шкатулочки. А сколько времени ушло на ее изготовление? Ну, это где-то около двух недель. Это все вручную. Резан. В основном оно все получится. Времени нету, времени нету, время. Очень плохо с временем. Вот такая. Ну, такую шкатулочку я лебедю подарил. Когда он был живой, мы в Курагинае выставлялся. Он был там, у меня есть и снято. Пришел мы с ним. Сенсация была. Лебедь сорока за рукой здоровается. Адольф считает, что камень красив сам по себе. И из него можно делать настоящие картины, на которых представлено все многообразие красок и цвета. Это пейзажная яшма. Это же целая картина, натуральная. Почему ее самая? Все можно делать. И при том она тут есть у нас. Адольф сорока с удовольствием показал нам свои бесценные минералы и каменные экспонаты. Среди них есть и вот такие необычные ископаемые. Вот это какое-то было растение. У него были корни. Вот. Оно пропало или вымыло его. И вот оно катилось, а на него ослаждалась глина. Вот как и вот это. А в средине это была палочка. Накатилось и осталась окаменела вот и вся любовь. А вот это вот называется сейчас куриный бог. Да? С дыночкой. А вот этих камней не было бы, не было бы телевидения. Да вы что? Конечно. Будем знать. Это исландский шпат называется. Его когда-то, сейчас не знали, а тогда была военная промышленная ступа. Добывала и сохраняла все. Секретная, да, собрала? Ну, у меня-то коллекционная, это хорошего мало. А это вот такой необычный цвет камня. А вот это тоже единственное в мире месторождение. Это чараит. Чара. Вот. У меня кусочек только остался. А остальное все, вот я смотрел передачу за Индию. Там в Калькутте. Забыл. Метро строят и отделка идет чараитом. А он дороже, получается, чем Рома. Конечно. А единственное месторождение в мире, чем родит, это вот чара. Репутация. Речка чара. Вот это. Это в пещерах. Это сталактит. Нарастает вот. Ага, потому что нарастает пещера. А внутри вот такой рисунок. Такая такая красота, да? Да. Очень красивая. Они неповторимые. В каждом свой рисунок. Своё всё. Вот окаменелое дерево. Вот у него видно, где-то был, наверное, по росту. Вот это место, где был лист. Вот такой. А тут вон оно всё видно у него. И сколько этому дереву миллиончиков? Кто знает, сколько миллиончиков. Ну, много. А вот это тоже окаменелое дерево. Но оно уже в разрезе, да? Да. Это мы с женой, матерью пилили, короче. А где вы это нашли? Это я у товарища брал. У него был большой кусок. Я себе отрезал. Вот мы-то примерно 40 тысяч раз пилой по металлу резали. Ничего себе. У него, наверное, и возраст такой же. На домашней выставке есть эксклюзивная коллекция деревянных изделий. Вот, вижу, рожечки вырезаем, и всё. Больше ничего не надо было. Ой, улитка. Покрутили тоже. Покрутили. Вот какая красота. Природа создаёт саму природу, да? А как же. В природе всё прекрасно. Всё буквально. Всё показываешь, вот тут ещё есть. Всё, всё покажешь. А это что? Это вот тут можно столб поставить. Типа то, что мешочек, он ещё взял завязочку здесь, как где-то такой вот. Мешочек с сюрпризом, да? Да. Можно поставить вот тут столб. Сколько уходит времени? Ну, это надо сначала найти. Да, это тоже долго, да? Высушить. Вечерами вот так посидел немножко, один вечер, второй вечер. Потом пошлифовал, лаком покрыл. Высушить. В старое время при царе их принимали, делали шкатулки, всё это, кап брали. У неё стоил один кубический дециместр 10 рублей. С царским деньгами, да? С царским деньгами, да? А корова стоила сколько? 3 рубля. 3 рубля, да. Из обычной берёзы Краснокаменская мере сделает вот такие замечательные тузьки и корзиночки. Это тоже ещё одно ваше увлечение, да? С бересты. Это из бересты и внизу дерево, да? А там, да. Всё ручная работа, эксклюзивная, да? Да, вот так вот. Это туйсочки. Да. В туйсочках что храните? Мы ничего не храним. Ничего не храним. Ничего, ничего. И рис у меня, крупы всякие. Был большой для хлеба, но уже очень давношний он у нас уже. Туйсочек, наверное, сделать вообще очень дольше и сложнее, да? Вот сколько времени уходит на такую работу? Да, как сказать, тут надо сначала заготовить. Это если всё сложить много времени? Это если всё сложить в кучу? Когда летают вот такие вот, кусаются. Вот он резиновый сапог может прокусить. Вот так вот потихоньку занимается. Адольф Сорока к тому же и художник. Ещё в молодости, видя вот такую красоту, он не мог удержаться. Брал в руки бумагу, кисть или карандаш и рисовал. Сейчас, к сожалению, на это не хватает времени. Каждую свободную минутку Адольф Сорока и его жена используют для того, чтобы своими руками делать вот такие ковры. Ну, как задумали сначала, а потом это вот нарисовал деда. А потом, ну что, шили, иголку брали медицинскую такую, она специально так сделана, чтобы её это вот. И мы вышивали. А получается, основа, основа из чего состоит? Мешковина? Да, ткань сама, как мешковина, сшитая была. А потом уже нитки, нитки разные брали в магазине, брали шарфики, распускали. Ну, в общем, разные нитки, где могли до этого, вот покупали в магазинах нитки. А некоторые приходилось красить, если цвета не это, нужны были определённые, тоже красили краской. Вот эти особенно чёрные, надо было очень много чёрного цвета. И мы красили. И всё, и потихоньку шили, шили. Ну, вот прошили, сколько успели за одну зиму. Ну, потом на следующую зиму ещё, а на третью зиму уже дошили, и тогда их надо ещё подстригать. Вот, долго деда у меня обстригал его, потому что очень такая трудоёмкая работа. И всё. А потом уже люди ходили смотреть, знаете, и на выставки возили, а домой так вот придут, посмотрят, посмотрят. Можно мы ещё раз придём, посмотрят? Ну, приходите ещё, смотрите. А, вот с этого рисунка, да? Я хочу сказать, что ковёр выглядит гораздо лучше, чем этот рисунок. И в течение, получается, трёх лет, да? Нет, нет, три зимы. Три зимы летом нет, летом некогда. Три зимы, ну, где-то месяца, наверное, по три самомногое мы шили каждую зиму. И сколько ковров вами сделано? Пять. Пять. Нет, пятый недошитый. Четыре сделал. Мы её сестре один отправили ковёр. Там три девицы вечерком, по сказке Пушкина, да. Вот, она присылает оттуда письма, и до сих пор люди ходят смотреть. Да? Да, всё сделано. Да, да, да. Мы вышили вот этот самый первый ковёр, потом шили мы три сестрицы, потом вышили второй ковёр Маки, тоже был такой красивый, подарили внучке, как моей сестре внучка, подарили ей, а потом уже мы шили вот этот большой. А сейчас мы шьём Емеля со щукой, но ещё не дошитый. Ну, пойдёмте посмотрим, можно посмотреть? Сейчас где-то принесёт. Очень интересно. Вот это вот ваша следующая работа, да? Да, да, да. Вот такая большая мешковина, да? Да. А нитки сейчас где покупаете? В магазинах, да? Да, нитки приготовлены. Нитки уже приготовлены, заготовлены они с до них пор. Это будет лицевая. Да, это лицевая. А на окнах мороз, а в Проталине, вот это будет картинка. Так, сейчас мы развернём, тут видно. Вот надо очень интересно посмотреть. Шьём с этой стороны, вот с этой стороны шьётся, с этой стороны рисунок. Это была изнаночная сторона, да? Это лицевая. Вот это как мы шили, вот это, по этой стороне мы шьём. А вот это будет лицевая. Ага, понятно. О, какой интересный рисунок, вот тут столько мелких деталей. Да, да, да. Тут самое осталось всё сложное, потому что тут деревья, домики, Емелья вон со щукой. Он, правда, вот сюда у нас повернулся, Емелья со щукой. Ничего, это изнаночная. А вот это вот уже, то, что готово, сколько времени делать? Всю прошлую зиму? Да, зимой делали мы. Зимой делали, да. Да, но на зиму очень давно. А потом не было просто времени. Просто не было времени. А теперь такой повод есть. А теперь повод есть его дошить. Вот такая картинка будет в середине. Да, только цвету будет всё. Всё цвету. Ну это сами верят. А деревья, это уже придумано, уже как будет расшиваться, каким цветом, ну чтобы оно было красиво. Работами краснокаменского Емельца каждый день любуются все жители и гости посёлка. Этот каменный монумент в памяти погибшим в Великой Отечественной и в честь 60-летия победы над фашизмом сделан руками Адольфа Суроки. Благодаря ему краснокаменцы получили возможность здесь чтить память героев, поклониться им до земли. Особенно этот факт радует ветеранов. Его они ждали очень долго. Есть в посёлке ещё одно всеми любимое место, к созданию которого приложил руку Адольф Сорока. Это родник и фонтан. Эта вода по вкусовым качествам ничуть не уступает известным маркам минеральной воды. О полезных свойствах мы можем только догадываться. Адольф Сорока и его жена пьют только родниковую водичку, приходят сюда за ней каждый день. Набирать воду было не очень удобно. Вот потому и решил Адольф вложить родник камня, сделать приятный и нужный для себя и своих земляков. Жаль только, что не все это ценят. Вы сами видите, сколько мусора находится вблизи родника. Это родничок вы выложили сами. А когда вы выкладывали? Сколько лет назад? Это года, наверное, три или два. Потому что надоело самому приходить брать. Да? Да. Приходит и туда с ногами лезет и берёт, а сверху-то всякая, как лавочка. А я сделала, она стекает, всё тут водичка чистая. Так вот, безобразники, кидают туда. Обижается Адольф на местные власти и на население за то, что не сберегли и не сохранили созданный в 81-м году им и его коллегой и другом вот этот замечательный каменный фонтан. И работал фонтан сегодня? Прекрасно работал. Работал? Вот в этом году один день работал. А в этом году один день? А тогда хорошо работали. А почему сейчас-то не пускают фонтан? Так оттуда, воды нету, наверное. А камни все выложены вашими руками? Да. Камни все местные Краснокаменские? Местные, да, наши. Посёлок Краснокаменск Адольф Сорока очень любит, ведь здесь он живёт и работает почти 40 лет. Уехав отсюда на два года, всё же вернулся. И эти места он и его жена полюбили на всю свою жизнь. Я же первый был по взрыву делал на карьере, первый. И по руде, и по с крыши. И жена у меня тут также работала. А потом пришлось, мы маленько уехали, а опять вернулся, потому что на душе я не устаю. Не устраивайся какой-то. Вернулся назад, тут лучше. Я не ошибусь, если расскажу, что герой нашего сюжета может, как говорится, заткнуть за поезд любого молодого человека. Ведь, несмотря на свой возраст, Адольф Сорока любит путешествовать, выезжать на рыбалку со своими родными и друзьями и не перестаёт мечтать. Вот эти озёра, это Курагинский район. Вот его видно? Вот. Значит, сюда, там есть очень много мелкой, ненужной рыбы. Она, как говорится, непромысловая. А сюда привезти, развезти хорошую рыбу. Этой морей не надо для Курагинского района. Это можно же сделать? Можно. Ещё с молодых лет его учили много работать. И отец всегда ему говорил, если тебе нравится, то и остальным понравится. Вот и сейчас своим творчеством он радует всех. А по поводу Дня пожилых людей Курагинского мельца своё мнение. Пожилым людям нужно внимание, уважение и почёт. Это и есть самое главное. Старикам, конечно, нужно. Должен, как сказано, почёт. Он должен быть почётным. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова